Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Взаимно! С миром! Сегодня, я думаю, вы на файбере уже могли видеть, что будем рассуждать, разбирать второе послание Петра, третья глава, с 10 по 16 стихи. И для тех, кого, может, не было в прошлый раз, в прошлый раз мы начали уже говорить о конце времен. Петр уже начал рассуждать о том, что появятся, как он пишет, наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование, пришествие его, где это все... И Петр потихоньку уже начал тему конца всего. И мы сегодня, я буду продолжать, если у вас, может, есть дополнение, что-то подметить, что, может, я упустил, с удовольствием принимается. И давайте начнем. Второе Петра, третья глава, с 10 по 16 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестий вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают? Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долгозерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погиблии превращают, как и прочие писания». И давайте сразу обратимся к 10 стиху, я его еще раз прочитаю. «Придешь же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И тут с самого начала сразу Петр начинает говорить о дне Господнем. И день Господень в многих случаях описывается так же, говорится, как гнев Господа, день гнева. Если обратимся к первому посланию фессалоникийцам, в пятой главе, во втором стихе можно прочитать, тут написано, «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Тоже об этом и Павел писал подтверждение. Если открыть более петхи книги Библии, допустим, если откроем Исаия, вторая глава, прочитаем 12 стих. Тут Исаия пишет, «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, и оно будет унижено». И также Исаия еще в 13 главе тоже говорит о дне Господнем. Он говорит, «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». То есть на самом деле Библия это описывается как день Господа, день его гнева. И дальше мы будем смотреть, там описание, это поистину будет ужасное и страшное событие для многих людей. Тут также описывается в этом дне, что оно придет как тать ночью. То есть тать — это как вор ночью. Вор не будет предупреждать, когда он придет, он просто придет ночью, чтобы расхитить имущество. И также сравнивается день Господень. Никто не знает точного дня, кроме Бога, когда это будет. Никто не знает. Но самое радостное ко всему этому, что у нас есть, у нас есть признаки, которые нам и Иисус, и Бог открывают. Те события, которые будут происходить заранее. И это такая подготовка для нас, чтобы мы видели это событие, мы укреплялись. Потому что мы знаем, что этот день на самом деле будет. И это очень интересно. Много предупреждений в Библии написаны в Новом и даже в Ветхом Завете. И эти предупреждения даны нам для конкретной причины, чтобы мы могли их читать и знать приближение дня Господнего и быть готовыми. Дальше Петр начинает описывать этот день. Он говорит, и тогда небеса с шумом придут. И тут в этом смысле небеса, тоже имеется в виду небеса, то есть физическая величина. Небеса вокруг нас, и дальше он говорит, земля и все дела на ней сгорят. Тут описывается, что будет шум, грохот, и небеса, написано, придут. То есть они исчезнут, их не станут, можно даже сказать, растворятся. И как это все произойдет, очень интересно, если будем считать дальше, очень интересно Петр описывает. Он говорит, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. И тут, если посмотреть на слово стихии, это может обозначать две вещи с греческого. Просто физическая основы, физическая земля, которая у нас тут есть, это также может означать вещественная. То есть и в этом конкретном случае многие люди сходятся во мнении, что имеется в виду именно стихии как на атомном уровне, то есть полностью разрушатся. и атом состоит, протон, нейтрон, электрон. И если вы знаете, когда происходит расщепление, высвобождается большое количество энергии. И очень интересно, это так похоже, что и произойдет, если расщепить все то, что есть тут вокруг, на атомном уровне, большое количество энергии это будет. И на самом деле все разрушится, разгоревшись и сгорит. И самое интересное, когда я читал это все, и многие люди замечают, что в то время, которое жил Петр, никто не знал, что вообще все состоит из атомов. Это уже больше, это в 17, 18, 19 веке люди начали ближе к этому подходить. В то время люди не знали, из чего состоит человек. А тут Петр говорит такие слова, что уже расщепление будет. И очень интересно, потому что Петр, даже и другие люди, но даже смотреть на Петр, он был рыбак. Иисус да их учил, но они не могли знать вообще люди в то время, что это будет. И очень интересно, как Бог им это все открывает. И мы можем даже сейчас читать и на самом деле удивляться тому, как люди могли это знать на столько времени назад. И как тут дальше пишется, земля, все дела на ней сгорят. То есть это можно представить, как большое количество даже ядерных снарядов именно запущены, потому что все полностью сгорит. Ничего не останется, все будет расщеплено. И это, если это прочитать, то на самом деле день Господня, страшный, ужасный день, все будет, все разрушится. Но если будем читать дальше и смотреть, Петр опять продолжает мысль и говорит, если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. И тут можно посмотреть, он как бы даже задает такой небольшой риторический вопрос, как бы для сравнения. То если такое большое событие произойдет, настолько все будет разрушено, все сгорит, то какими должно быть в святой жизни мы, какими должны быть мы в нашей святой жизни благочестие, чтобы это пережить, чтобы на самом деле быть взятыми с Богом. И очень интересно, если мы посмотрим на первое описание, которое Петр использует, он говорит, какими должно быть в святой жизни. Святая жизнь, мы знаем, отделение от греха и даже близко к этому не подходить. Мне нравится в одном псалме, это псалом сотый, если кто может открыть, я думаю, высветят на экране. Сейчас я его открою. Салом сотый, со второго по третий стих. Очень интересно написано, пишет Давид. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу кредачами моими вещи непотребными. Дело преступное, я ненавижу, не прилепится оно ко мне. То есть тут псалом поведения Давид даже пишет, не положу кредачами и вещи непотребной. То, чего не надо. И очень интересно, как мы можем знаем, мы видим, что может стать камнем преткновения или чем-то, что будет уводить нас от святой жизни. Мы все это знаем и наш выбор удалять это от себя и держать это может ну поблизости. Мы это не трогаем, но оно там находится. Мы знаем. И это наш выбор. И Петр об этом тут пишет в святой жизни. полностью от себя все убирать, что может являться поводом к освернению или какому-то пороку. Все убирать, что можно. И дальше он говорит святой жизни и благочестии. Часто очень тоже об этом слове говорим. И о нем Аков очень хорошо пишет. Он говорит, о благочестии можно тоже открыть. Это в первой главе Иакова он пишет с 26 стиха. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, то у пустое благочестие. Чистое и непрочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. То есть Иаков очень понятное определение дает. Человек, который умеет обуздывать свой язык, если человек не обуздывает, то у него пустое благочестие, это не является настоящим. И также он пишет это презирать сирот и вдов в их скорбях. Тем людям, которым неоткуда ожидать помощи, они беззащитные и мы им оказываем помощь и мы знаем наперед, они не смогут нам воздать. И об этом Иаков пишет истинное благочестие. И это два таких небольших, больших, можно сказать, качества, которые Петр описывает, что они должны у нас быть еще какими святой жизни и благочестие. И дальше посмотрим на 12-й стих «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают». То есть вот он нам говорит, он пишет верующим людям, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. И я думаю, на самом деле, каждый из нас мы ожидаем этого дня, потому что мы знаем, как им описывается новое небо, новая земля, будет на самом деле хорошее время, прекрасное время, когда мы будем с Богом. И все вот эти вышеперечисленные события, которые будут, которые описываются, земля сгорит, все дела на ней сгорят, все разрушится, они должны нас побуждать держаться этой святой жизни, держаться благочестия, которое у нас есть, расти в этом, потому что мы знаем, как все закончится. И это должно быть стилом к тому, чтобы соблюдать святость в своей жизни, держаться непорочности и неоскверненности. И на этом его вопрос заканчивается. Если дальше посмотрим, это уже 13 стих, тоже интересные слова, он говорит, «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Тут он говорит, «Впрочем, мы по обетованию его». И если все это прочитать, все стихи, которые прочитали, можно на самом деле испугаться и начать ужасаться, потому что такие события, когда все уничтожится, это на самом деле страшно. Но что на самом деле должно давать нам радость и успокоение, это Божье обетование. Их множество во всей Библии. Обетование как раз, но вот этот счет тоже очень много есть, которые новая земля и новое небо, новая земля. И есть даже упоминания в Псалмах, если открыть Псалом 101, почти рядом возле сотого, это Псалом 101 с 26 до 27 стиха. Псалом тоже говорится, «Вначале ты основал землю и небеса дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они как риза обветшают. И как одежду ты переменишь их и изменятся». То есть тоже тут говорится, что вначале Бог основал землю, и потом Он все переменит, все изменится, как ризу. Исаия об этом тоже очень много писала. Хотел бы одно место открыть, это 65 глава, 17 стих, и написано, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Тоже очень интересные стихи у Бога на самом деле битвы в Библии, извините, множество обетований на все события нашей жизни. Он обещает, что всегда будет с нами, он нас не покинет. В многих книгах Веткого Завета также описывается, что Бог будет с нами, он пошлет своего сына, тот будет царем. Множество обетований это одна из больших причин, почему мы не унываем из-за этих обетований. И часто, если у нас могут возникать сомнения или даже слово такое, может, депрессия, такое даже уныние, если более по-старому, то в Библии множество обетований, которые на самом деле могут нас укрепить в надежде на все то, что Бог на самом деле это сделает. И последние слова, которые Петр говорит в этом стихе, он говорит, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И тоже в Откровении, хорошее очень описание этого, я считаю, в Откровении 21 глава с 1 по 7 стих тут написано «И увидел я новое небо и новую землю, его прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий «Сельский неб Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плачу, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле «Се творю все новое». И говорит мне «Напиши, ибо слова сии истинные верны». И сказал мне «Совершилось, я есмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему там даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет не сыном». И продолжается мысль дальше. И на самом деле это новое небо и новая земля, это будет место обитания правды, света, там будет находиться сам Бог. Он будет являться там светом, и там не будет ничего нечистого, не будет никакого греха, там будут только настоящие верующие люди, христиане, сыны Божьи. Мы сможем вместе иметь общение и наслаждаться на самом деле присутствием Бога. И на самом деле это очень стих, который мне на самом деле понравился, потому что он дает задуматься о том, что на самом деле нас ожидает, если каждый из нас окажется верным. И очень интересно, я не подметил это с самого начала, Павел Петр много раз употребляет слово «ожидаем». Я думаю, это может быть даже основная тема этих стихов, ожидание этого грядущего дня, который будет. И на самом деле ожидаем ли мы. На этом я думаю, закончим с первыми тремя стихами. Если есть какие-то вопросы или подметить, что вы хотите, с удовольствием. Если нет, то я думаю, перейдем к следующим трем стихам. Петр продолжает мысль, я их еще раз прочитаю с 14 стиха. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасение, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибли превращают, как и прочие писания. Итак, возлюбленные, ожидая сего. И первым делом мне бы хотелось подведить слово возлюбленные. Мне очень нравится, как и Петр, и Павел, и многие послания пишутся в таком тоне. Они возлюбленные братья с миром, и сразу можно видеть на самом деле их отношение к нам. Они на самом деле проявляют большую любовь к нас, даже в том, что пишут нам это, чтобы мы могли это все читать и наставляться. очень отношение. Просто их интересно даже к нам. И дальше написано «Ожидая сего». И тут, я думаю, в 12-м стихе было написано «Ожидающим и желающим для каждого из нас». Но есть и группа людей, я думаю, которые могут задать себе даже два вопроса. Ожидаем ли мы на самом деле этого дня? Ждем ли мы его? Или часто мы забываем, что мы просто странники на этой земле, и мы погружаемся в дела земные, пытаемся что-то для себя устроить? На самом деле, помним ли мы, что это все временное? Все это пройдет? Если мы можем ответить на первый вопрос, что на самом деле да, мы ожидаем этого дня, то может возникать второй вопрос «Как мы ожидаем этого дня?» И тут может даже прийти в голову та же притча о талантах. Каждому из нас даны таланты, и как мы их будем использовать? И тоже, если мы на самом деле ожидаем, то мы будем использовать те таланты, которые у нас есть, чтобы приобрести еще. А если люди не ожидают, то они просто его закопают и будут ждать этого дня где-то там на задворках, где-то в голове, может, оно у них будет, но не в сердце на самом деле. И Петр пишет возлюбленные, ожидаясь его, подсчитесь, явиться пред ними скверненными и непорочными в мире. И тут, я думаю, Петр как бы отвечает на вопрос, как надо именно ожидать. И он говорит, подсчитесь, именно усердствуйте, прилагайте к этому все свои усилия, чтобы явиться пред ним нескверненными и непорочными в мире. Я бы хотел несколько параллельных мест прочитать. Одно из них это Первое Коринфянам. Первое Коринфянам, первая глава, седьмой по восьмой стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И еще одно интересное место это филиппийцам, филиппийцам, вторая глава, 14 по 16 стихи. Тут написано «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чанами божьими и непорочными среди строктивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моим в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился, тоже пишется, чтобы нам быть неукоризненными, чистыми, чадами божьими и также добавляется среди этого строктивого и развращенного рода, в котором мы должны сиять, написано, в котором вы сияете, как светило мира. И на самом деле, когда мы можем вспомнить, как описываются те события, которые предшествуют Дню Господнему, написано, что люди будут злые, непокорные, даже написано, во многих охладеет любовь. И все это на самом деле будет происходить, и, возможно, мы или наши дети, правнуки будут жить среди этого времени, и на самом деле это будет большое, сильно, особо сложное время, чтобы на самом деле содержать себя в чистоте, в благочестии, быть нескверненными, непорочными в мире. Будут очень сложные времена, и поэтому у нас есть предупреждения, у нас есть обетования, которые нам говорят, что это на самом деле все будет. Дальше. А, и интересно, написано, «Почтите сиявиться пред Ним нескверненными, непорочными в мире». И тут имеется, насколько я знаю, имеется в виду мир как спокойствие. Внутренний мир, и он может означать многие вещи. Мир друг с другом, с братьями, которые среди нас, также мир между нами и Богом. Потому что эти события будут устрашающие, но если мы будем о них знать, у нас на самом деле будет мир. Потому что мы будем знать, что Бог придет. Он придет за нами, чтобы нас взять с собой. Если обратимся к 15 стиху, это уже следующий стих. Тут написано, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Если вспомним, Григорий, брат, говорил в прошлый раз, что даже могу прочитать с 4 стиха в 3 главе. «И говорящий, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Слова Божьем небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погибл, потоплен водою». То есть многие люди будут говорить, почему Бог не является? Такое время уже ужасное, где Бог? Почему Он нас не забирает? И Петр тут конкретно пишет, «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Мы знаем, есть стихи, Бог пишет, Он хочет, чтобы все покаялись, все достигли познания истины, Он не хочет, чтобы никто умер. И вот это время, которое Он нам дает, это чтобы мы могли спастись, мы могли обрести это спасение в Господе, также наши друзья, родственники, и также те люди вокруг, которые в этом мире. Это прекрасная возможность, вот это время, которое Бог нам дает, чтобы и говорить людям, и у нас тема большая благовестия была, многие, я считаю, надо ее продолжать, потому что на самом деле Господь нам дает это время, и мы его должны использовать, чтобы спасать себя, спасать своих родных и людей, которые находятся в этом мире. И так же он пишет, «Как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». То есть, насколько я знаю, во время написания этого послания второго Петра Павел уже был мертв, насколько я знаю, за несколько лет, буквально до этого, и его послания уже распространялись, насколько я знаю, многие люди уже прочитали эти послания, как тут и говорит Петр, и очень интересно, он тоже говорит, «По данной ему премудрости написал вам». Мы можем вспомнить, что у Павла очень интересный этот бэграунд, можно так сказать. Он был, учился у ног Гамалиила, он на самом деле очень много знал о Боге, он ревностным очень человеком был, но Петр тут пишет, «По данной ему премудрости написал вам». И очень интересно, сам Петр, сам Павел тоже говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою за сор, да и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, познание о Христе». То есть это на самом деле было для Павла ценно, и он понимал, что все от Бога. Даже можно вспомнить многие стихи.